Я с удовольствием представляю вам ее. Марина Литвинович, правозащитница. Здравствуйте, Марина. Да, добрый день. Простите, что вам пришлось немного подождать. Не хотелось перебивать и напомнить киевлянам, что день рождения Киева это повод на всякий случай опасаться новых ракетных ударов по столице Украины. Ну, а мы давайте с вами поговорим не о Киеве, не об Украине, а давайте поговорим о России. Как по мне, сегодняшняя Россия на фоне продолжающейся войны, на фоне экономических санкций стремительно летит, не побоюсь этого слова, в прошлый век. Причем это касается и многих отраслей экономики, и прав и свобод российских граждан, и уровня жизни. Да, в общем-то, это, наверное, касается всего, между нами говоря. И самое страшное, что путинский электорат, а это достаточно большая часть российского общества, одобряет и поддерживает происходящее. Как с этим быть? Это пока сложный вопрос. Ответа на него нету, потому что никто не понимает, скажем так, природы вот этого опьянения, вот этого массового помешательства, когда люди вроде бы хорошие, вроде бы добрые, но при этом эти люди оказываются сторонниками войны, спокойно реагируют на убийство мирных жителей. И, в общем, что-то у них происходит такое в голове, что это все укладывается в их картину мира, и они нормально воспринимают и убитых, и кровь. И, конечно, это сложно. Вот мы сейчас стали с коллегами проводить фокус-группы со сторонниками войны, как раз чтобы покопаться, что называется, в их голове, чтобы понять, как у них устроено вот это представление о мире, в котором война – это нормально, в котором они одобряют эту войну. Вот, попытаться найти в их картине мира какие-то зацепки, с помощью которых можно их как-то вернуть на грешную землю, и, в общем-то, все-таки вернуть этих людей к нормальному пониманию, что война – это ужасно, что никакие идеические формулы не оправдывают гибель мирных жителей, гибель солдат и так далее. Вот, поэтому долго это будут процессы, мы это будем изучать, потом пробовать с этими людьми разговаривать, переубеждать. Но в любом случае нация наша в какой-то момент получит очень сильный, вот какой-то внутренний психологический надлом, надлом, когда она проснется и увидит, как она ошибалась. По результатам, ну, продолжая тему того, как россияне поддерживают войну, я скажу так, что по результатам недавнего соцопроса, независимого соцопроса, 54% россиян выступили за продолжение так называемой военной операции. И мы несколько дней назад общались с социологом Игорем Майдманом. Он в нашем эфире сказал о том, что считает эту цифру вполне объективной и реально отражающей истинное положение дел. То есть, по факту мы что имеем? Что больше половины населения России хотят войны и жаждут крови. И, знаете, у меня вот лично возникает такой вопрос, почему, откуда такая кровожадность? В то же время, кстати, уже упомянутый мною Эдман сказал, ну, тут мы с ним, наверное, пришли к общему мнению, о том, что вот эта кровожадность, она, скажем так, продолжается до тех пор, пока россиянин, обыватель, сидит на диване и смотрит войну по телевизору, как будто какой-то фильм. Но как только дело касается его, тут уже начинаются вопросы. Как вы считаете, много ли россиян, вот этих вот диванных воинов, готовы воевать? Я даже, честно говоря, не знаю за что. За Россию, за Путина, за какие-то непонятные интересы? Ну, вы знаете, у этих людей в головах картина вполне понятная. Они понимают, за что воевать. Это вот мы с вами, у нас с вами другая картина мира. А у этих людей, у них очень все понятно. То есть их много лет накачивали идеей о том, что в Украине есть какие-то злобные нацисты, фашисты, которые мучают русских людей. Надо их спасать. И вот мы идем в освободительный поход, своих спасаем. Вот эта картина мира сидит. И, собственно, когда гибнут наши военные, поразительно, как женщины в основном говорят, что как жаль, что мальчики наши гибнут, но все равно дело надо довести до конца. То есть они вообще удивительно считают это какой-то священной войной. То есть в голове сидит вот эта... Долгая же ведь эта история. Недаром у нас, знаете, анекдот такой был последние лет семь, когда человек вот пультом пытается переключить каналы, и он, значит, нажимает на один канал, там говорят Украина. Нажимает на другой канал, там тоже говорят Украина. Нажимает на третий канал, там тоже говорят Украина. Если действительно вы возьмете наши телеканалы, они последние лет семь, по меньшей мере, или восемь обсуждали только Украину. Никаких внутри российских дел не было. Они обсуждали про Зеленского, обсуждали каких-то других политиков. То есть реально каждую какую-то мелочь цепляли за любую мелочь, любую маленькую новость в Украине, это обсуждали. И они таким образом погрузили мир российских граждан, погрузили вот в какой-то совершенно особый пузырь информационный, который совершенно не имеет отношения к действительности. И теперь люди, которые в рамках этого пузыря, они, конечно, воспринимают, говорят, да, ну что же нам нужно спасать русских, ну вот жертвы какие-то неизбежные, ну наше же дело правое, ну вот они правда так считают. Вот, и это серьезная такая уверенность. Но вы правы, когда речь зашла о, возможно, массовой мобилизации, то тут уже, конечно, люди не захотели в этом участвовать. То есть когда идет война, где-то там. Ну то есть война очень далеко. Вот мы тут сидим, если не брать какой-нибудь там Белгород, в котором что-то там бухает постоянно, но если брать любой другой город, война же она не особо не чувствуется. То есть люди воспринимают, если война далеко, они говорят, ну далеко война. А если война придет прямо к ним домой, их там призовут в армию, ну вот это им не нравится. Это им, конечно, не нравится, и поэтому Путин не решился на введение мобилизации, такой массовой. Пошла такая теневая мобилизация, аккуратная. И вот поскольку я очень внимательно анализирую списки погибших российских солдат, я вам могу сказать, значит, что пошло довольно большое количество сообщений о гибели именно добровольцев, то есть тех людей, которые пошли вот по призыву добровольному. Это чаще всего люди старше 40 лет. И, ну, есть и помладше, конечно, они обычно люди с боевым опытом, с каким-то хотя бы минимальным. Но самое, конечно, интересное, ну не в смысле интересное, а это ужасное, конечно, все. Дело в том, что они средний срок вот от момента, когда доброволец появляется на Украине и гибнет, проходит в среднем 2-3 недели. То есть, собственно, это человек приезжает на 2-3 недели и гибнет сразу. О чем это говорит? Во-первых, конечно, это говорит о том, что их вообще не готовят, то есть их просто собирают, а бы кого. Да, мы хорошо, кстати, здесь слышим о всех этих историях, что уже начали собирать, лишь бы кого собрать. Поэтому даже появляются люди, скажем так, уже совершенно такие потерянные в жизни, по всей видимости, люди плохо зарабатывающие, которые последний свой шанс видят в том, чтобы вот пойти на войну и, может быть, что-то заработать. Это единственный для них повод. Вот. И получается, что это очередной просто набор, извините, мяса для убийства, потому что 2-3 недели и человека нет. То есть кидают необученных, кидают, видимо, с плохой подготовкой, с плохим вооружением. Ну и, понятно, украинские войска тоже отрабатывают. То есть получается, что какая-то глупость, глупость просто мясорубка, продолжающаяся мясорубка, причем уже вот уже не только армейских там мясорубку закрутили, но и уже добровольцев в нее закручивают. Вот. И, конечно, конечно, эта ситуация странная. Вот. Но, действительно, пока она не касается людей вблизи, они склонны войну поддерживать. Ну, это же далеко, это их не касается. Марина, вы сейчас говорили о том, что мобилизации всеобщей нет. Ну, ее, скорее всего, не будет. Мне кажется, что Кремль все-таки не пойдет на подобный шаг, чтобы официально, ну, объявить мобилизацию, это официально признать свое поражение в так называемой спецоперации, что у регулярной армии это не получается сделать, и поэтому надо предпринимать какие-то мобилизационные меры. Тем не менее, мы знаем, что идет, скажем так, скрытая мобилизация. Идет сейчас набор рекрутов. Стоят во многих городах России пункты набора по контракту и заманивают людей какими-то там несусветными, пожалуй, по меркам, ну, скажем так, особенно депрессивных регионов, цифрами. Я думаю, что если сейчас нам дадут картинку на экран, это вот из вот этих листовок, которыми зазывают, и там прописаны суммы. Я просто хотел у вас поинтересоваться, насколько вот сейчас в экономических условиях нынешних современной России, насколько это большие деньги, и что можно за эти деньги, скажем так, себе позволить. Ну вот, единовременная денежная выплата в момент заключения контракта 250 тысяч рублей. Денежное удовольствие обещают от 220 тысяч рублей, дополнительные выплаты и так далее, полное медицинское страховое вещевое обеспечение, льготная выслуга, плюс 70% надбавки к должностному окладу. Ну и, наверное, вот самые такими, самые прекрасные, это особые условия, где прописано, что в случае гибели военнослужащего семье выплачивается 12 миллионов 421 тысяч рублей. Ну, вот так, по порядку цифр. Скажите, пожалуйста, вот насколько это большие суммы сейчас для россиян, ну и особенно для депрессивных регионов, потому что мы знаем, что именно в первую очередь оттуда стараются набирать людей, тех людей, которые никогда там, условно говоря, не бывали в других странах, тех людей, которые, извините за это слово, кроме там своего какого-то окружающего говна, никогда ничего не видели. Это же большие суммы денег или не очень? И это невероятные суммы, на самом деле уже у нас тут тоже ходит шутка, что вот в депрессивных регионах, где люди получают там 20-30 тысяч в месяц, что жены своих мужей просто, значит, пытаются уговорить пойти на войну, потому что говорят, ну, как бы тут и так, и так мы выиграем. Значит, если ты живой вернешься, ты денег заработаешь, вот, там, 250 тысяч или сколько, а если тебя убьют, ну, мы 7 миллионов получим и хотя бы там, не знаю, квартиру купим и жить будем нормально. Вот, и в целом, конечно, деньги решают все, потому что если действительно посмотреть, откуда идут добровольцы, то это вот самые-самые депрессивные регионы, это, там, Бурятия, это, значит, Дагестан, это Карелия. В общем, на самом деле, те области и те регионы, в которых нет работы или есть работа, но она, скажем, малооплачиваемая. Ведь не секрет, что значительная часть мужчин в последние, не знаю, лет 10 уже в основном работают, особенно это касается регионов, которые недалеко от Москвы, они работают вахтами. То есть, если раньше мы вахты называли, когда человек едет и он работает на какой-нибудь работе по, там, не знаю, добыче чего-нибудь, нефти, газа, алмазов, не знаю, то сейчас вахтой называется работа в Москве, когда человек, там, 2 недели или 3 недели работает в Москве, потом 2 или 3 недели отдыхает у себя в родном городе. И эта работа, она самая разная. Это начиная от строительства, заканчивая уборочными какими-то работами и, там, не знаю, консьержами работают, мойщиками стекол, да чем угодно, да, кем угодно. Вот, и, собственно, потому что нигде нет работы, кроме Москвы, кроме крупных городов, и люди вот так вот устроились. И на самом деле для мужчин, для многих мужчин это такой хороший вариант. Тем более, вы знаете, вот русские, они такие люди, они жизнь не особо ценят. То есть ценность собственной жизни, она никогда не была свойственна русскому народу, мне кажется, да и вся русская литература об этом просто кричит. Да и наша власть, собственно, на это опирается, что, собственно, люди не ценят собственную жизнь. Они считают, что, ну, погибну так погибну, зато семья 7 миллионов получит, тоже неплохо. Хотел еще раз сказать, ну, вот пока вы отвечали на прошлый вопрос, мы показывали, скажем так, сколько получают российские пропагандисты, потому что если, условно говоря, вот такую рекламу, основанную на каких-то барышах и гонорарах, делают для потенциальных контрактников, я так понимаю, Министерства обороны, то понятное дело, что свою лепту вносит и прокремлевская пропаганда. Пропаганда, которая каждый день вкладывает в российские неокрепшие какие-то умы информацию о том, какая Украина плохая, как там нацисты, что надо идти, что надо убивать, да мы покажем всему миру, мы покажем всей Европе. И в этом плане, мне кажется, цифры, которые показывают размеры заработка советских, хотел сказать, российских пропагандистов, говорят сами за себя. Давайте посмотрим на картинку, сколько же зарабатывают ведущие кремлевские пропагандисты. Для наших зрителей обращу внимание на то, что это зарплаты за месяц в рублях. Как видим, Соловьев переплюнул всех, он зарабатывает больше, чем все остальные шесть пропагандистов вместе взятых. Но и он, я вам скажу, что напрягается достаточно сильно, он старается вылезти из трусов для того, чтобы показать свою лояльность власти, свою лояльность к Кремлю. Ну, Киселев зарабатывает в три с лишним раза меньше. И, честно говоря, меня удивило, что Скобеева по сравнению с Соловьевым зарабатывает так мало. Хотя зарабатывает в два раза больше своего мужа. Ну, в общем-то, вот люди, которые формируют общественное мнение, вот люди, которым не стыдно говорить то, что они несут с экранов телевизоров. Ну, и я, в общем-то, понимаю, что точно так же, как контрактники за огромные какие-то деньги пытаются идти на войну с Украиной, пропагандисты точно так же за большие деньги идут на войну с Украиной на информационном фронте. Ну, собственно говоря, я даже не знаю, вы хотите прокомментировать вот эту картинку или пойдем дальше? Ну, слушайте, да, в двух словах скажу, что, конечно, любой такой режим репрессивный, авторитарный, он всегда держится на пропаганде, на тех людях, которые создают ощущение легитимности этого режима, как у самих правителей, так и у людей, которые живут в этой стране, потому что, конечно, пропаганда, промывание мозгов, оно, это важный элемент вообще власти в современном мире, да, потому что на медиа держится, власть держится на медиа во многом, и не будь этих людей, не будь этих верных псов режима, что называется, конечно, власти бы не смогла действовать. Именно поэтому, когда Путин только пришел к власти, одни из самых первых его действий были это приструнить и сделать своими телеканалы крупнейшие, собственно, он это и сделал, потому что он понимал, что власть держится на медиа, это медиакратия, вот, поэтому не мудрено любые деньги будут платить этим людям. Марина, я хотел бы еще сказать, что, знаете, как говорят, рыба гниет с головы, и мне кажется, то, что несут пропагандисты, естественно, рождается в кремлевских головах, и, как подтверждение этому, недавний спич пресс-секретаря российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, которая заявила по поводу романа «Антиутопия Оруэлла» 1984, что он описывает не путинскую Россию, а современный Запад. Вот прямая речь звучала так. Многие годы мы считали, что Оруэлл описывал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал о конце либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал об СССР. Он писал об обществе, в котором жил, о крахе идеи либерализма. То есть, получается, Захарова прямым текстом заявляет о том, что одобряет тоталитаризм и одобряет то, что происходит в современной России. Но, если она уже так открыто одобряет тоталитаризм, у меня к вам следующий вопрос. Вот, в принципе же, любой тоталитарный режим, он в первую очередь базируется на силовых структурах. Без них он невозможен. Скажите, насколько велико влияние на современную Россию силовых структур? И как долго это влияние сможет продолжаться? Ну, вы знаете, ведь же, вот, путинское правление, оно началось с того, что практически везде на все важные посты были поставлены люди из силовых структур, в первую очередь из ФСБ. Кроме этого, этих людей начали ставить буквально там на каждое предприятие, ставить на каждый завод, на каждый, даже в каждый вуз, да, такие люди появились везде, это именно силовики, которые служба безопасности, как они там по-разному называются, но, собственно, кураторы, да, еще у них такое название. То есть мы видим, что, собственно, вся страна, она вот, так сказать, полностью под контролем этих кураторов, которые находятся везде и которые, собственно, руководят чистками, когда такие чистки, например, происходят. Вот, ну, если, например, мы возьмем вузы, как раз в прошлом году и в этом были довольно жесткие чистки, и, конечно, ими командовали вот эти люди, так сказать, представители силовиков. Вот, но это же действительно процесс, который шел давно, и мы видим и по представителям власти, то есть по губернаторам, по людям, которые во власти работают, по людям, которые сидят в Думе, что они очень серьезно связаны как со спецслужбами, в основном со спецслужбами, да, то есть не с армией. То есть если, например, во времена Ельцина было очень много, скажем так, людей, политиков или самостоятельных людей, связанных там с армией, то, в общем, сейчас такого нет. Сейчас при Путине все эти... Нету ярких, сильных политиков армейских. Вот, то есть армия, как, скажем, такой институт политически опасный, он Путиным, в общем, ослаблен. Вот, то есть в основном это влияние спецслужб, и понятно, что Путин, который мыслит как сотрудник спецслужб, да, в его мире существуют только враги, в его мире существует только противоборство, в его мире не существует сотрудничество, у него есть только идея о том, что есть как бы подчинение, да, там, например, если брать отношения начальник-подчиненный, это единственное, что ему понятно. Ему непонятно никакая гражданская самоорганизация, никакие горизонтальные связи, вот он этого не понимает и считает это невозможным. Вот, и вообще в целом считает, что люди никогда не, так сказать, если люди что-то, какую-то позицию отстаивают, то только за деньги, да, он и про политику тоже так считает, что у нас оппозиция, вот это его любимое тоже высказывание, что у нас оппозиция, она вся за деньги, там, за печеньки, вот, это же не так, да, но для него вообще сложно представить, что есть люди, которые что-то делают просто так, просто потому что это их позиция, вот, что люди сотрудничают, что люди могут работать по-другому, и, конечно, в общем, к сожалению, то, что Путин сотрудник спецслужб, все это привело к тому, что он выстроил и мир вокруг себя такой, и всю политику такую, которая исключает совершенно самоорганизацию граждан, исключает всякую инициативу, вообще любую, вот, поэтому вот мы и получили, что получили. Ну, в этом тексте, знаете, я вспомнил на прошлой неделе, Дмитрий Песков разразился пламенной речью о том, как нынче прекрасно, как сильна Россия, и подытожил свой весь этот спич, он следующим заявлением, Путин знает, куда ведет страну. По-вашему, куда Путин ведет страну? Вы знаете, я вот как бы не совсем на этот вопрос сначала отвечу, я вам скажу, что вот те фокус-группы, которые я вначале вам говорила, которые мы сейчас проводим и опрашиваем сторонников войны, ну, как вы знаете, фокус-группы – это социологическая методика, которая дает не цифры, да, а дает просто понимание, что у людей в голове, но вот самое главное, что мы увидели у сторонников войны, ну, на самом деле, я думаю, что мы это увидим и у противников, это высочайшая степень непонимания, что происходит, непонимание, что будет дальше, то есть полное отсутствие будущего, полное отсутствие представления о будущем. И с этим высокая нервозность, высокая тревога по поводу неясности. Люди не понимают, что будет дальше, люди не понимают, куда идет страна, люди не понимают, зачем эта война, люди не понимают, ради чего она ведется, да, то есть у них вот сейчас очень серьезный вот такой внутренний диссонанс, да, причем это я говорю о сторонниках войны, то есть они поддерживают войну, исходя из каких-то других совершенно вещей, но их беспокоит, вот беспокоит отсутствие понимания будущего, отсутствие планирования, да, у них все под вопросом, все будущее под вопросом. И это вот такое, это очень плохое, плохой знак для состояния общества, да, это такое потерянное общество, общество, которое не видит будущее, которое не планирует будущее, и люди, конечно, теряются. Вот, а куда Путин ведет Россию, вот я думаю, что никто не знает, вот, потому что никто не знает, что будет дальше, и это вот прямо всеобщее такое ощущение у людей. Марина, знаете, я недавно услышал такой достаточно свежий анекдот из Европы, «Вы на ПМЖ? Нет, я на ППЖ, а что это? Пока Путин жив». Да, так, в общем, это в тему нашего опросника, который прямо сейчас проходит на нашем канале, я зачитаю новость, ряд британских таблоидов распространил новость о том, что президент России якобы уже умер, а вместо него на параде ко Дню Победы уже выступал двойник. «Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами». Это все цитаты. «Есть такая вероятность, что он уже мертв, это невозможно знать», сообщают источники в разведке. И еще одна цитата «Настоящий страх его приспешников заключается в том, что как только будет объявлено о его смерти, может произойти переворот в Кремле, и российские генералы захотят уйти из Украины». Конец цитаты. Как вы считаете, ну вот так, давайте пофантазируем, действительно ли смерть Путина может что-то кардинально изменить? Ну, конечно, да. Смотрите, ну, во-первых, я вам скажу, что действительно идея о том, что у Путина есть двойники, и мы периодически видим двойника, и даже может быть, что Путин уже умер, что это кто-то другой, в целом у нас ряд граждан, довольно значимая часть граждан эту идею поддерживает. Во всяком случае, я многократно слышала ее тоже, опять же, на фокус-группах. Люди высказывают такое мнение, что вроде двойник. То ли в шутку, то ли всерьез, но они так считают. Вот. Что касается Путина, ну, смотрите, у нас по закону в случае смерти президента власть передается премьер-министру. Премьер-министр у нас сейчас не то, не сё, что называется, да, у нас... Он такой человек странный, про которого ничего не понятно. Фигура не политическая, фигура, скажем так, четко не ассоциирующаяся ни с какими группировками. Вот. При этом у нас есть, наоборот, очень активные политические игроки. Это и Патрушев, который у нас раз в неделю дает такие идеологические, знаете, интервью, где такими формулами пропагандистскими говорит, зачем нам война. Вот. У нас есть Медведев, который тоже чуть ли не каждый день вещает и стал таким ястребом просто. Всё время требует что-нибудь ужесточить и кого-нибудь, значит, приструнить. Вот. Быть более жёсткими. Вот. У нас есть Кириенко, который тоже внезапно стал таким ястребом вещающим. Вот. У нас есть Кадыров, который тоже иногда как скажет, так все лягут. Вот. То есть в этом отношении Мишустин, наш премьер-министр, который ни рыбы, ни мяса, да, производит впечатление слабой фигурой, при том, что вокруг есть много людей, которые активны. Вот. Есть Володин, глава Думы, который тоже всё время бежит, так сказать, рядом с паровозом или впереди паровоза и пытается, значит, тоже, значит, угадать путинские какие-то пожелания. Вот. То есть у нас очень много желающих, я думаю, будет. Вот. И, конечно, в любом случае, в любом случае ухода Путина, смерти Путина, убийства Путина, да неважно. Конечно, нас ждёт какая-то неразбериха, потому что ведь нет правил игры. Во время путинского управления все правила игры нарушены, все законы нарушаются, все действуют как хотят, никаких нет гарантий, да, ни с какой стороны, никакие институты не являются настолько устойчивыми, чтобы можно было, значит, на них опираться. Вот. Никто по факту нелегитимен, вот, да, вот к списку тех, кого я назвала, ещё можно там Собянина причислить, который тоже пытается быть где-то рядом, но осторожничает он обычно такой очень осторожный. Да, то есть, понимаете, в общем, в любом случае после Путина будет разборка между теми людьми, которые попытаются, скажем так, воспользоваться, перехватить власть. Вот. Но, с другой стороны, у меня есть полное ощущение, что Путин войну не закончит. В смысле того, что для него это невозможно. Мне кажется, что он даже представить не может, что он закончит войну. В смысле, закончит, там, перемирием или проигрышем. Да, то есть, для него вообще нет никаких иных сценариев, кроме как уничтожить Украину. Вот. И он будет просто упираться до... Пока, я не знаю, последний аргумент у него будет ядерное оружие, применение там тактического ядерного оружия. Вот. То есть, он просто тот человек, который не может прекратить войну перемирием или проигрышем. Поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, просто нужен другой человек, любой другой человек, который сможет сказать, ну окей, все, мы это прекращаем. Потому что Путин, по-моему, уперся, да, вот в этом своем желании. Вот. И создается такое впечатление, что, что называется, не шагу назад. Марина, я хочу вас поблагодарить. Вы очень интересный и очень приятный собеседник. Спасибо вам огромное за это. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся. Спасибо. Спасибо. Поздравляем с днем рождения Киев. Спасибо.